Этот сканер анализирует каждого человека. Кто зашел, кто вышел, над каждым загораются цифры. Так сегодня посетителей встречает IT-парк. Чтобы мы могли фиксировать людей, которые заходят в наше учреждение с превышением температуры. Сегодня в инновационном центре первая после пандемии коллегия Минцифры Республики. Среди тех пяти целей, которые установлены указом президента, пятая цель, она же и последняя в этом указе, цифровая трансформация. Для этого в республике развивается региональный проект «Цифровая инфраструктура». В его рамках, построив базовые станции связи, автодороги Татарстана сделали практически полностью охваченными сотовой сетью. 77% домохозяйств подключили к широкволосному интернету. Сегодня, подводя итоги первого полугодия, Минцифры и крупнейшие игроки рынка связи заодно обсуждают, куда в республике двигаться дальше. С одной стороны, нужно покрыть Татарстан высокоскоростным интернетом по проводу, с другой – по воздуху. Менее чем за три месяца высокоскоростной интернет пришел в 1045 школ республики. 546 из них снабдили по программе «Цифровая экономика». 499 по поручению Рустама Миниханова. Для этого за полгода ко всем школам провели высокоскоростные линии. И вот сейчас мы можем говорить о том, что сам ВОЛС и коммутатор доведены до всех 100% школ. Это значит, что уже с сентября быстрым интернетом будут пользоваться 447 тысяч учащихся. Мало привезти интернет в школы. Важно, чтобы еще был развитый Wi-Fi. В октябре во всех школах абсолютно будет 50 учеников, будет 1500 учеников, будет полноценная Wi-Fi-сеть. А еще в 14 селах республики к концу года появится мобильная связь. В них есть проводные телефоны и таксофоны, но нет сотовых вышек. Вопросом займется крупнейший провайдер республики. Рамиль Шайдульн, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин